Что это такое у нас? Скусывают зелье. Меня старательно обучают. Ладно. Как-то выглядит все мелко, сыровато. Приблизить нельзя. То есть, камеру вообще в данный момент я никак ей не могу управлять. То есть, разглядеть, что у меня за персонаж, я не могу. С учетом того, что стартовое меню было там шикарное. Там персонаж, весь экран, графика, проработка супер. Вот мы начали. Во-первых, он носится слишком быстро. Без какой-либо стамин он просто носится, как очумелый. Это раз. Да, вроде издали. Если прищуриться, кажется, как будто все круто. Но, может быть, на видео это выглядит круто. Но ощущается немножко... Немножко странно. Инвентарь. Помимо мелких элементов интерфейса, да, слишком какие-то резкие углы, тонкий шрифт, то есть... Персонаж также даже вот здесь вот в окошке мелкий. Даже мельче, чем в этом. В гримдауне. Типа разные виды брони. Ну, то есть, это без брони, это в броне. О'кей. Инвентарь. Не знаю, зачем я сюда зашел, что мне здесь надо смотреть. Понятно сортировки. Каждый используемый навык... Боевые навыки. Ну, понятно. На самом деле, вот. Боевые, продвинутые навыки. Божественные. Пассивные. Пассивные божественные навыки. Навыки гильдии. Коллекционеров. Мощные зелья. Навыки вторжения. Общие навыки. Давайте прям на примере первого посмотрим. Широкий рубящий удар. Ля-ля-ля. С клавиши мыши. Так. Широкий рубящий удар замедляющий противника. Дает больше энергии за каждого раненого противника. Открывается по уровням, да? Ладно. Здесь все очень смутно. Опять же, ну, в стиле какой-нибудь польской RPG с закосом под диаблоиды 2000-х годов. Ну, вы знаете, там, в 2000-х годах никаких диаблоидов в экшн-рпг не выходило нормальных. Были какие-то польские мутные игры, которые ты берешь, а там несуразный большой шрифт, совершенно не стилизованный, либо даже, ну, не подогнанный. Ну, вот, смотрите, с черным задником они, значит, нам предоставляют фон в виде некого папируса, и вместо того, чтобы на нем там красиво это все вырезать, написать, выдают просто с черной подложкой белый текст. Даже не нормальный шрифт. Смотрим здесь на задниках вместо какой-нибудь там прикольной стилизации мы видим некую, ну, как бы, арт, сделанный под средневековый рисунок, там, какого-то боя, ну, блин. Ну, ладно, здесь, как бы, я не буду придираться, но, опять же, если у вас такой арт, почему у вас были совершенно други, в другом стиле рисованные заставки? Опять же, я не люблю, когда игра имеет какие-то, ну, диссонансы, то есть у тебя заставки одни, интерфейс другой, а дальше ты вообще там вне. В третьем стиле предоставляешь какие-нибудь там рисунки скиллов, да, когда рисунков скиллов мы здесь, ну, в принципе, непонятно, не видно, они все какие-то однообразные. Что я могу сказать? Скиллы притом нарисованы. Понятно, что скиллов мы много не ждем, но, знаете, там бывают, как бы, такие иконки, которые там нравятся, которые хочется прям использовать, ставить. То есть в рунной магии падали, не помню, как уже назывались, такие сферы, синие, темно-синие, с синим, у них была такая раскраска забавная, типа зеброй. И вот эти сферы были зеленого качества, на них наводишь мышку, то есть даже видишь просто цвет этой сферы, вот этот ее узор, ее оформление, как она выглядит. Вот это вот зеленое описание, название сферы, да, там, допустим, ну, камень магии, да, и тебе прям хочется его юзать. То есть он красивый, он тебе нравится, визуальная иконка крутая, как-то подобраны грамотно цвета, то есть тебе нравится элемент. Совершенно бесполезный. Здесь нравится ли нам вот эти скиллы, ну, мы видим их. Во-первых, они практически идентичны. Понятно, что они по содержанию пытаются в один ряд как-то это все стилизовать. Ладно. Как бы... Император с этими скиллами. Пролог журнал. Ну, мои претензии, что все очень мелко. Давайте попробуем. Это значит у нас так делается, окей. Настройки. Настройки графики. Яркость, размер интерфейса. Воу, мы можем его уменьшить. А увеличить это уже максималка. Боже, как жить теперь. Размер карты, прозрачность карты. Размер карты это вон той, нет? Не знаю тогда, какую карту мы увеличили. Давайте на всякий случай побольше сделаем. Здесь все очень маленькое. Ограничение FPS отключено. Не знаю, по-моему, нормально все идет. Без каких-либо пока что глюков, багов. По крайней мере, персонаж бегает шустро. И ни разу пока не споткнулся. Я надеюсь, Steam лагает. Ой, стрим. И Steam, и стрим. Так. Смотрим дальше. Шрифт надписей. Об уровне. Гигантский. Больше нет. Размер курсора. Воу. Можно мне вообще всего X2 сделать? Графический курсор. Ладно. Воу. Похоже, их кто-то уже упрекал в размере. Ладно. Почему? Хорошо. Супер. Мы сделали курсор больше. Как бы этой игре подошел курсор в виде латной рукавицы с указательным пальцем? Что мы видим? Windows-овский. Практически Windows-овский. Да, понятно, это копье, но оно не похоже на копье. Смотрите на этот элемент интерфейса. Красиво. Да? Вот этот череп, HP, энергия, XP. Уре. Не знаю, что это. Ну ладно. Курсор. Вот рядом поставили. Ну это жесть. Ладно. Так, монитор. Спокойный, главный экран. Окей. Видеокарта у меня древняя, на нее уже дрова не выпускают, кстати. Заметьте. Разрешение экрана. Я могу... О, я могу снизить. Что-то не в ту сторону идет это все. Действо. Давайте сделаем разрешение поменьше. Может быть, крупнее будут элементы вообще всего. Конный режим. Так, синхронизация. Ну... Чего, валиметрику. Ладно. Я не знаю, что это, поэтому... То есть, что они имеют в виду? Перезапустите. Настройки. Ну ладно. Так, настройки графики. Хорошо, не будем ничего менять. Здесь как-то для китайцев, что ли, сделано не слева направо, а справа налево располагается. Не по увеличению, а по уменьшению. Странное решение. Ладно. Продолжить я просто, не знаю. Это лучший вариант. Лучшее, что мы можем сейчас сделать. Я могу много таких игр привести из нашего бурного, прошлого. Они пытаются меня учить прямо в процессе боя. Кошмар. Хорошо. Это не ощущается круто. Честно. Механика. Ну, да, 2000-е. 2000-е было много таких игр. Где маленький герой с такой, с полоской, графикой бегал. Рубился их налево-направо. Блин. Вот, кстати, сейчас подвисло специально, чтобы у меня вылетела вот эта надпись. Удар щитом. Нажмите Space. То есть, поздно уже нажимать Space. Нажал. Я же сюда. Я не знаю, больше тут просто нечего юзать. Все убиты, все поюзаны. картинки. Ну, да. Арт они поместили. Правда, как-то... Не очень. Если бы здесь был витраж крутой, допустим. А не просто какой-то арт. Ну, блин, это Вархаммер. Во вселенной Вархаммера не будут вешать на стену распечатанный с Яндекса постер. Там будут либо гобелены крутые с разными гербами, либо... Классно. Ладно, подсветка такая. Дальтоники, наверное, это... Фанатели. Кстати, да, заставка. Классно-классно. Классно-классно. Классно. Продолжение следует... 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 Понимаю, надо было убрать гнома Которого ножки покороче Но, блин Вот этот неврастенник, кажется, очень Ну, не знаю, надо быть осторожнее Во-первых, по врагам он попадает с трудом По бегающим врагам Как бы, эту проблему я уже вычитал И да, действительно Ну, мы, конечно, ауешками рубим Нас не дамажат Сложность легкая Или средняя Это, похоже, были бесы Сложно попасть по врагам Так Можем рубить с шифта, да? Окей Ну, будем тогда пытаться Так Мышка ужасная То есть Игра про АОЕ Мы за АОЕшили всех Окей Видимо, как бы этот Основной принцип Так, интерфейс Вау-вау Энергия тратится, хп не тратится Так, в инвентаре ничего нету Но мы, видимо, сролили Амулет Или что это? Медаль за службу Видимо, она была на нас Перчатки синенькие выпали Да, перчатки Блин, все мельче и мельче Это как проверка зрения То есть Верхние буквы большие Потом помельче И в самом низу Мелкий шрифт Кстати, там, да Там, в общем-то Может быть, интересно написано Но, блин У меня уже болят глаза А мы только начали О, боже Глаз задергался При виде этих описаний Кстати, да Если мы снимем штаны Ничего не изменится Мы останемся в штанах Там Цвет наколенников Поменялся Кстати, да Говорят, в игру добавили Возможность Стиль Со шмота передаскивать Что-то он Не хочет драться, да? Стамины, что ли, нет? Да ладно Че он так долго Восполняется-то? Он такой шустрый А стамины у него Это Так это бесят А че они сделают? Они даже хп тебе Не повредят Слишком опасный враг Для пафосного Вархаммера Это, да Толпа чертят Как тараканы Опять же Я хотел бы Это где-то Раз в два Поближе посмотреть Все Что у нас Упало О, да Зрелище Мы кажется Что-то дели Я бы приблизился Посмотрел Что это Но Кажется Оранжевый Колпак повара Да Это Это Оранжевый Колпак повара Ну Это не повар На самом деле Может быть Он и не оранжевый Даже Панцирь сменили Что сменилось В смене панциря Ничего не сменилось Хотя Да-да Это тот же самый Только более хорошего качества Брюки солдата Стали коричневыми Так Ладно Все Мы теперь Брутально Темного цвета Бегут мобы Ой Как глаза Ж режет От игры Знаете Была такая игра Чего-то Блин То ли Войны Уничтоженных Империй То ли что Не помню Старенькая Уже Там тоже Персонажи Были маленькие Они были Еще меньше Этих Кстати Раз Так В Десять То есть Они были Размером Наверное Как ему До колена И там Такие Юниты Ходили То есть Ну и там Было интересно Все здорово Там Видно Какую-то Микро Анимацию То есть Микро Персонажи Было Интересно Были Огромные Армии Было Все глобальное Обычно Вау Кстати Надо будет Показать Эту игру Ну Которую Мелкая Микро Микро Там был Сюжет Классный Там было Все Классно Поставлено Ну Для тех Лет Это Был Шик Да Ё-моё Попасть По нему Мышкой Мне кажется Он тоже Он тоже Хочет Умереть Просто Он не может Попасть Не под Меч Он бегает У меня Типа Третий Уровень Да Но Не могу Восполнить Ману Энергию Конечно Мы будем Что-нибудь Употреблять Я думаю Так Ладно Что мы можем Употреблять Ну Кью Понятно Очки умений Дали Нет Дали Скилл Так Правой Клавиши О боже Продвинутые навыки 0 Еще раз Очки навыков 5 Доступно Очков 13 Ладно Вау А Типа Мы за эти очки Можем Проставлять Умение Рубящий удар Ураган Натиск По кнопкам 1 2 3 4 5 0 То есть Это на мышь У нас завязаны Основные Понятно Это на клавишах Ок Больше пока Ничего нет Уровни Ничего больше Другого Не открыли Отлично Вот Кстати на единичку Нажали Скилл Он Наверное Был Очень Эффектно Да Я понимаю В Шадоус Там идет Мультиперсонаж Который постоянно Переключается Между разными Своими душами Да Там Превращаясь То в воина То в демона То еще куда то Но Вот Эта игра Примерно Уровень Реализации Вау Какой был Прикольный Почему у нас Курсор Сейчас вот Мышка А здесь вот Ручка Почему бы нам Не сделать Всегда Эту лапку Какая у нас Здоровая лапа Размерно с персонажа Да Какие у нас Маленькие Описания Почему Был не сделать Все сразу Так Уровень реализации Игры Равный Саперу Сапер играет Да Там Острые грани Четкие Острые буквы Цифры То есть Цвета Как будто Windows без Аэро Настройки То есть Когда ты Включаешь Его А он У тебя Мат Ну Одноцветный Двухцветный Грубо говоря Серый С черными Буквами Да Вот тоже Самое То есть Грубая Реализация Отсутствие Какого-то Интерфейс Дизайна Им нарисовали Иконку Да Дальше Они Ну Видимо Пока Не проработали Увеличение Ну К тому же Да И так Зазрение Не Не Очень Да Не сказать Что там Суперская Но Блин Еще Такие Игры Ладно Врываемся Враги Да Разлетаются Хорошо Сам процесс Рубило Он Чуть Более Внятный Чем Мы Вышли Мы там Сюда Чистили Да Оказывается Процесс Рубило Более Внятный Чем Вау Чем В Шадоуз Но В Шадоуз Была Механика Интересная Именно Смена Юнита Во время Боя Можно Было Поменяться И Очень Хитро То есть Это Ставит Грубо говоря На паузу Тот Мир С Которого Ты Выходишь То есть Ты Можешь Убежать От Какого Нибудь Там Паука Замесить Немножко Демонов Да А потом Вернуться И Уже Со спины Этого Паука Огреть То есть Ну Можно Хитро Перемещаться Вставать В нужные Тебе Места Механика В этом Была Да Крута Я Кстати Сегодня Какую Такую Механику Встречал В описании Другой Игры Якобы Там Можно Замедлять Действия И Определять Там Куда В кого Стрелять Как Да Но Она Мне показалось Тоже Довольно Дерганый Такой Вуаватый Как Эта Эта Игра Тоже Мелкая Прорисовка Хотя Наверное Стоит Попробовать Или Посмотреть Самому Здесь Вот Я Смотрю Сам Ну Блин Интерфейс Красивый Давайте Посмотрим В управлении Приближение Камеры Увеличение Управление Управление Клавиатура Да Супер Расхватка Передвижение Секунду Икс А Мы можем Типа Бежать За мышкой Нажав На Икс Окей Зачем Эта Функция Чтобы Носом Зажать Икс Управление Раскладка Навыки Зелья Кью Навык Типа Спейс Приблизить Карту Таб Показать Карту Оу Я не знаю Ну ладно Будем Искать Кнопку Эмоции Инвентарь Меню Навыков Показать Добычу Принудительный Атака Контрол Все Карта Я сейчас Пока Поджимаю Кнопочки Может Карта Выскочит Нет Это Не Карта Тентер Типа Чат Меню Воу Щит Щит Круто Штаны Цветные Че это О Шлем Хоть Как У Человека Теперь Мы Похожи На Я Сказал На Кого Но Я Не Могу Приблизить И Посмотреть Ладно Я Продолжаю Искать Карту Увы Кнопки АЕ У меня Почему-то Здесь Нету Ну Ладно Надеюсь Я не Отключил Случайно Стрим Бежим Дальше Так Бежим Вот Сюда Ну Да Ну Та игра Про которую Я упоминал С Микроскопическим Визуалом Она Была По Большей Части Стратегия Поэтому Ей Это Было Простительно Раньше Она На всех Сборках Была На пиратских Ее любили Туда Пихать Типа Там 10 Лучших РПГ Типа Из Яблон Ну Да Прикольные Короче Человечки Художники Супер Молодцы Но Я Не Вижу Я Не Могу Посмотреть Ближе Может быть Так и Задумано Чтобы Мы Не Могли Посмотреть Ближе И Оценить Работу Художников Можно Кстати Если Вам Слишком Крупно Можно Отодвинуться На Метр От Всего Этого От Стола Отодвиньтесь Где-то На Пол Метра По Моему Даже Диабол Вторая Была Крупнее Блин Они Сами Умрут Я Не Попадаю По Нем Просто А те Куда Побежали И Мобов Вообще Шикарен Что Они Сейчас Пытаются Сделать Меня Убить Понятно У меня На Кью ХП Шки Да ХП Шик У меня Один Наверное Зачем Туда Бежать Чтобы Меня Убить А Стреляют Этот А Это Учник Ладно Обознался Как победить Учника Встать Просто Рядом А Так Он Еще И попал Вы Поняли Бедный Учник Как победить Остальных Да Можно Вообще Не побеждать Они Сами Умрут Кстати Да То Что Я Сейчас Делаю Они В принципе Сами Делают Это Вот Они Примерно Так Ж Дерутся Вот Это Механика Боя В Данной Игре Они Показывают Надпись Про Увеличение Уровня Увеличенную Мои Глаза Все равно Потрескались Да Кстати Это Тот Ж Нет Нет Не Тот Ж Не Это Новый Он Не Знает Нашего Прикола Еще Попадание Не Ощущается Попадание Когда Бьешь В Гримдаун По Мобам Да Там Слышишь Такой Удар Хруст Здесь Здесь Просто Какой То Этот Как будто Кто Кто Не Знаю Шмыгает А не Ударяет Мечом Нет Звука Удара Там По Какой То Поверности По Броне Там Да Там Просто По Твердой Полоте Например Ну Даже Зомби В Гримдауне Издают Какой Такой Твердый Стук Когда По Нем Бьешь Прям Удар Идет Прислушаемся Может Я Конечно Чего Не Знаю Надо Взять Мачете И Попробовать Кого Нибудь Так Ж Задеть Ну Блин Это Бред Не Ощущается Контакта С Телом Противника То есть Я стою И Без Единой Преграды Просто Машу Оружием То есть Преграда Не наступает При столкновении С Врагом Очень Тяжело В плане Того Что Бесит Их Вылавливать Как они Тут Носят С Кругами Да Что То Я Собрал Я Не Знаю Что Я Собрал Блин Мне Скоро Глаза Перестанут Видеть Уже И Крупные Изображения Надо Было Убрать Улучника Хотя Блин Улучник Это Наверное Вообще Адово Тут Хотя Б Можно Побегать За Ними Вы Видели Как Улучник Обыгрывается Просто Бегаешь Встаешь За спиной Враги Которые Так Будут Делать Они Нашел Улучника Всего Это Покарают Блин Я уже Не могу Вот Как Мне Их Убивать Вот Я Хочу Убить Вот Того Дальнего Да Побежал За ним Окей Окей Он Бегает От Меня Хорошо Гонимся Парни Мешаются Теперь Этот Блин Стой Ладно Вот Пока Рядом Я вас Несколько Убью О Поймал Блин Как же Это Тяжко Пойду Того Поймаю Чувак Понимает Что я Убью И начинает От меня Убегать Эй Стой К тому же Не знаю Мышка Проскакивает Персонаж Пробегает Сквозь Врагов Кто-то Пробежал И помер Там где-то Инвентарь Мы набрали Много всего Крутого Это мы по-моему Сняли Это новенькая Медаль за службу Новая медаль За новую службу Видимо Дополнительное золото Меч Мин Тенхаймского Солдата Супер Немножечко Видоотличается Да Если вот так Его убрать И положить Обратно Синий перевес Все Конечно Круто Новый меч Он будет Сейчас Круто Рубить Персонаж Не хочет Останавливаться При клике На врага Вот смотрите Камера Каким-то образом Странно Выгнулась Она сама Видимо Таким Магаром Встает Чтобы не мешался Пятый уровень Эй Блин Ваша задача Как Не знаю Ну Просто Тупо Пытаться Меня задавить Как делают Мобы Обычно В играх Боже Вид сверху Мобы В играх Обычно Прут на тебя И пытаются Тебя Зарубить Все Эти Мобы Пытаются Меня Забегать Чтобы У меня Голова Закружилась И я Умер Прямо За Главатурой Это не Вархаммер Не Серьезно Я надеюсь Вам это Не нравится Я могу Так же Сравнить Эту Игру По Ощущениям С Нашей Русской Игрой Алмазный Меч Деревянный Меч Сделанный По Одноименной Книге Ника Перумова Как Делаются Русские Игры Вы Знаете Как Делаются Игры По Фильмам Знаете А как Делаются Фильмы По Книгам Это Наверное Еще Жестче Но В принципе Похоже Там Такая Механика Тоже Не пойми Что Творится Видно Что Бюджет Рублей 50 Текстуры Текстуры Опять Наверное Где Там Стащили С Общего Доступа С Какой Нибудь Совершенно Другой Игры Хотели Сделать Игру Д'Артаньяна А сделали Вархаммер Заменив Лилии На черепа А этого Портоса Взяли Просто Уменьшили Масштаб И получился Гном Печаль Прошли Один коридор Идем В следующий Тут Было опасение О том Что Враги Будут Иметь Большой Хит Бар То То есть Хэлф Бар Ну Нет У них Здоровья Вообще Нет Ну Как Давайте Посмотрим Без Один Раз Махнул Мечом Половина Пака Померли Достали Достали Пойдем отсюда Лим сейчас наберем побольше пак Чем больше Чем больше тем легче их убить Чем больше тем легче их убить Вот и все Убили бесов Убили бесов Нам дали меч О боже Поменялось цвет лезвия Оттенок Теперь у нас есть перчатки Замечательно Тут меч хуже Вот так вот по порядку Короче шмотки падают Их просто одеваешь 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 Новый щит Как старый Но лучше Сейчас покапаю Из глаз Немножко кровью Пойду дальше Наша энергия Я не вижу Но она кажется Не восстанавливается Окей Она заряжается От левой клавиши Ну ладно Окей Все понятно Я подобрал Очередную шмоточку Новый шлем Я теперь в каске Вау Тем временем Бес не хотел меня убить Пожалуй Надо это Пока не поздно Пока много не наиграно Идти возвращать все это дело В стим Как раз Когда проснусь Денежки вернутся За игру Попробую взять Там Было еще пару вариантов Интересных Да У нас теперь Красные кружева А пантаоны Такие же Так с красными кружевами Надо носить Такую Надевай свою каску Попробуем Что там у нас С умениями Уже 7 очков Доступно Умений вообще Дофига стало Блин 2 и 3 Да На 8 уровне Дадут улучшить Скилл У нас Кстати Дот На нас Висит Выпьем Яду То есть Банку ХП Карта Я Кстати А Ну там Можно Вон Выше Ити Так И не нашел Как Посмотреть Карту Кроме Того Что Мы Видим Вот Здесь На Конечно Может И молодцы С визуалом Но Блин Я Этого Не вижу Как Они Смогли Завалить Того Чувака Когда Меня Не Могут Я Вообще Хочу Здесь Попробовать Помереть Что Ли Только Он С тем Поговорил НПЦ А я В бою Не могу Поговорить Пойдем Мобов Найдем Что Ли Больше Мобов Килиться Не буду Помираю Хочу Рип Хочу Крутой Рип Кто-нибудь Там Носится Под Под Мостом Выпустить Меня Зайти Сюда Нельзя Это Похоже Конец Карты Да Да Все Карта Мы все Прошли Вы Не Возьмете Меня Живым Оу Вы Погибли Плата Завус Сдаться Покинуть Зону Да То есть Сдаться Это Значит Выйти Из Инста То есть Вот эти Получить С четырьмя Дверьми Это Наша База Из которой Мы ходим В разные Инсты Понятно Спасибо Все Ясно Спасибо Всем Кто Дотерпел Эту Критику До Конца И Я бы Наверное Не советовал Тратить На такую Игрушку Там Сколько Тысяча Двести Она по-моему Стоит Сейчас Всем Спасибо Всем Удачи Пока Пока